Искусство объединяет. В художественном училище имени Малютина подвели итоги масштабного проекта «Мы вместе». Серию художественных мастер-классов для детей-сирот и ребят с ограниченными возможностями здоровья начали проводить еще с января. В выставочном зале, как итог работы, представили большую экспозицию. Здесь поделки из бумаги и красочные рисунки. Мы работали с ребятами из детского дома «Радуга» и с общественной организацией молодых инвалидов «Грани» и с интернатом номер один – это «Гухонемые ребята». Мы собирались с волонтерами отделения живописи и предметного дизайна и проводили с ребятами серию мастер-классов по трансформации бумаги и живописи. Добрый проект удалось реализовать на средства гранта от Росмолодежи. Сумму в 100 тысяч рублей получила на форуме «Таврида» автор Ксения Кузьмина. Все средства ушли на материалы для занятий. В проекте приняли участие 12 волонтеров – студентов колледжа. Интересно было тем, что именно этот процесс раскрытия детей от того, как они сначала сидели, сжалки и не знали, что делать. А потом они уже хотели еще, еще рисовать. Уже нарисовали четыре работы за одно занятие. В качестве благодарности каждому волонтеру вручили небольшие призы – ватманы, краски, кисти. Еще один не менее важный подарок – это дружеские объятия воспитанников, с которыми художники провели немало времени. Что меня удивило, то, как быстро ребята нашли общий язык с нашими. Потому что ребята у нас действительно сложные, и далеко не каждый может найти с ними общий язык. А ребята, которые пришли, они, поскольку не специалисты, они не знали всех этих сложностей, они просто начали сразу общаться с нашими ребятами. И все получилось легко. Проект торжественно закрыли. Позади десятки творческих встреч. Художники признаются, по этим мастер-классам и самим детям будут очень скучать и постараются навещать их и вне проекта. Мария Попова, Антон Осипов, РТВ Иваново.